Всем привет, дорогие мои подписчики! Сегодня у меня необычное к вам приветствие с моего балкона, потому что у нас начался карантин, и с моей кошкой, потому что мы будем рисовать сегодня кошку. И мы будем ее рисовать подручными средствами, потому что не у всех, наверное, есть сейчас краски и кисточки, поэтому сегодня мы будем рисовать кошку ручкой. Можно еще карандаш иметь при себе и ластик. Это было бы вообще просто супер. Но на самом деле, даже если у вас их нет, в принципе, тоже можно порисовать со мной. Так, ну что, начнем? Итак, поехали! Сегодня мы будем с вами рисовать мордочку кота из подручных материалов, с подручными средствами. Это карандаш, пластик и вот ручка. Начнем с того, что кот у нас смотрит вверх и вправо. Соответственно, мы здесь оставляем больше места для его взгляда туда. И саму композицию мы вот здесь располагаем, то есть здесь будет расположен наш кот. Вот так вот мы описываем окружность. Смотрите, помечаем сразу, что здесь будет ухо. Вот здесь где-то будет второе ушко, которое подальше. Далее смотрим оси. Ось по центру головы будет находиться вот под таким вот углом, потому что у нас голова имеет шарообразную форму, да? Поэтому ось у нас не прямая линия, а вот такая. На этой оси у нас где-то вот здесь будет располагаться нос, рот. Далее. Что касается глаз. Вот тут у нас будут расположены глаза. Также помечаем эту осью. Смотрите, вот здесь расстояние будет чуть больше, чем вот тут. Нос будет вот такой вот линии уходить вверх. Далее глаз. Левый получается, да, у кота. Помечаем сразу. Он будет виден из-за носа. Правый будет вот здесь. Так, сразу помечаем рот. И поехали. Можно потихоньку вдаваться. Начинать в детали. Хочет будет над глазом тень. Обратите внимание, что у нас вот эта вот сторона дает глаз больше, чем вот эта, да? Потому что он расположен поближе к нам. Давайте наметим, что здесь будет подбородок. Вот так. И вот так вот шея сюда пошла. Ну что ж, первые наметки сделаны. Давайте теперь разбираться с детальками. Я намечу сразу вот так вот нос. В принципе, те, у кого нету карандаша, вы можете сразу уже брать ручку в руки. В соответствии с линейной перспективой вся вот эта вот часть левая к нам ближе. То есть вот эта вот будет часть носа. Она чуть больше, чем вот та. Вот тут будет теневая часть. Я не буду это тушевать, да? Потому что мы это будем делать потом ручкой. Помечаем сразу блики. Блики, это у нас светлые части, да? На объектах. И вертикально делаем зрачок. А зрачок у кошки вертикальный, узкий. Если свет попадает, да, на глаз, чем меньше света попадает, тем шире зрачок. То есть он был бы круглым, если бы было темно. Чем больше света, тем он уже более похож на такую полосочку. Давайте теперь поработаем со вторым глазом. Еще обратите внимание, вот здесь вот от носа, да, никакого расстояния до глаза нет. Потому что вход повернут, и глаз располагается сразу вот тут. Я даже сдвину вот этот зрачок. Вчера рисовали, кстати, у меня в инстаграме этого кота в прямом эфире. Почему-то получается, что этот зрачок как будто смотрит на нас. Хотя такого не должно быть совершенно. А если тогда сдвинем его вот сюда, то есть он все-таки должен смотреть вот в ту сторону вверх. А направление взгляда зависит тоже от того, где мы располагаем зрачок. Так. И вот здесь вот у нас будет тень. Я показывать слишком много деталей сейчас не буду тушевать, потому что я их буду потом делать ручкой уже, как бы, красенной. Так. Хорошо. Давайте сделаем чуть пошире нос. Вот тут вот у нас будет поверхность верхняя, на которую падает свет, да, на нос. Вот тут вот у нас будет вот так вот располагаться боковая. Я вам сейчас примерно показываю направление штрихов. Мне кажется, глаз слишком далеко. Хочу его подвинуть. Друг от друга сейчас глаза расположены слишком далеко. Такое вот расстояние будет более приемлемо. Вот здесь будет зрачок и здесь блик. Блик будет перекрывать зрачок. Это свет, самое яркое пятно на нашей работе. Вот так. Вот. Да. Супер. Вот так мне нравится. Это ушко, которое расположено ближе к нам, опять же, тоже видите, да, что оно гораздо больше. Дальше. Вот смотрите, вот здесь оно где-то от середины глаза, да, пошло вверх и вниз. Дальше здесь будут всякие рисунки и линии. Рисунки именно вот морды кота. Что касается у нас вот здесь вот мордочки. Мы немножко намечаем форму, но вот этот вот шар нам сейчас, шарообразную форму, надо немного разбить, да, потому что все-таки шерсть у кота растет неравномерно, торчит неравномерно, поэтому нам надо, чтобы это было не прямая такая четкая линия, немножечко в разноборе. Так, в принципе, наметка мне уже нравится. Давайте чуть-чуть еще щеки вот так вот наметим. Все, супер. Можно, в принципе, уже раскрашивать, то есть раскрашивать. В данном случае мы берем с вами ручку и начинаем работу. Ручка не очень хорошо обычно рисует по карандашным линиям, поэтому я немножечко подсотру их у себя. Если вы опытный рисовальщик, вы можете обойтись без карандаша и без ластика, но это довольно непросто. Ну вот я не могу сказать, что я опытный рисовальщик настолько, чтобы обойтись без карандаша и без ластика. Вы видели сами, что я стирала, кое-что делала, какие-то ошибочки, помарочки. Так, ну что, теперь я начинаю работать над прорисовкой, над деталями. Я ввожу ручкой аккуратно те детали, которые я уже прорисовала карандашом. Стараюсь там, где будет у меня тень, можно темные линии класть резко сразу, то есть довольно сильно давить на ручку и работать ею в полную силу, а там, где у меня будет свет, светлые линии, я такого делать не буду. В данном случае нос у нас будет затонирован, здесь у нас будет лежать тень, поэтому я тут не стесняюсь, в общем-то, нажимать. Вот здесь вот у нас четкой линии не будет, здесь будет только тень. Вот я сразу намечаю штриховочку. И после вот такой штриховки тут пойдет такая. Дальше давайте по каким-то основным моментам. Намечаю ухо легкой полоской, да? Вот это ухо намечаю, слегка давлю. У меня сейчас расположен лист вертикально, это не очень удобно, кстати, поэтому мне приходится крутить немножко руку. Но гораздо лучше, когда у вас расположен лист горизонтальный, вы можете крутить саму бумагу, да? Поэтому пользуйтесь этим. Поворачивайте в удобном направлении лист. Тут вот у нас будет тень, это вот как века у кота. Я сразу могу ее запушевать в полную силу. Очень важный момент, смотрите. Я сейчас прорисую зрачок, но миную в центре блик. Видите, я оставила вот это вот маленькое местечко. Блик нам нужен будет обязательно. Так, теперь с этой стороны. Показываем вот тут вот обводку глаза. И здесь. Угу. Так, хорошо. Далее показываем зрачок. Опять же, я миную блик. Вот тут. Угу. Супер. Поехали дальше. А нам теперь нужно показать на... Давайте покажем форму головы, чтобы сразу все линии обрисовать вот такими прерывистыми штрихами. Кое-где длиннее, кое-где короче. Так. И вот с этой стороны головы. Показываем также вот такой вот рисунок. Обрисовываем щёчки. Обрисовываем пуха. И вот здесь вот вверх головы, верхушечку. У нас стараемся все штрихи делать по направлению шерсти. То есть тут она растёт вот так вот немного вверх. Вот. Супер. Показали. Далее начинаем тушёвку. Начинаем давать тени и свет везде, где это нам необходимо. Точнее, свет мы оставляем просто нетронутым, да, бумагу? А там, где тени даёт тушёвку. Ага. У нас. Вот здесь вот будет довольно-таки насыщенная тень внизу. Так. То есть здесь, получается, тень у нас идёт от щёчек. И она даёт вот такое вот самое тёмное пятно, наверное, на листе. Ну, помимо вот этих вот век. Так, далее. Смотрите, сейчас нам надо с вами показать форму глаза. Глаз у нас это шар, да? Он имеет форму шара, у которого будет рефлекс. Это отражение вот этого вот верхнего века на этом шаре. Это будет такой вот полутон. Мы его показываем вот таким вот образом. Далее у нас будет тень. Вот такая. Вот, и не забывайте оставлять блик. Вот здесь вот я закруглю немножечко вот эту тень сюда. Оп. Прекрасно. Что делаем дальше? Второй глаз тоже оставляем блик. Вот здесь вот по форме шара прокладываем вот такой вот тень. Тут рефлекс от века. Полутоном показываю. Так. Теперь мне хочется вокруг глаза проработать вот эту вот форму. Смотрите, вот здесь вот уже идёт форма вот так. Более горизонтально ложатся. А штришки... Тут только можно вот так вот поднять штрихи. Вот так. Оп. Всё, видите, уже форма носа начинает прорисовываться. То есть вот эта часть у нас будет ложиться вот так форма, вот эта будет ложиться горизонтально. Вокруг щеки будут штрихи вот такие горизонтальные. И мы щёчку начинаем потихонечку прорисовывать вокруг. Супер. Супер. Ок. Ок. В ушке шерсть вот так вот растёт вертикально. В первых длинные волоски, да? Тут кое-какие идут в бок вот так. Теперь нам нужно дать тон носу. Нос-то у нас тёмный, по сути. Просто вот такими вот штрихами. Я показываю полностью целиком тон. Вот отсюда вот из-под щёчки. Мы показываем, что она имеет полукруглую такую мягкую форму, да? И отсюда будет слабенькая такой красивый оттень. Внутри. Угу. Так. Едем дальше. Давайте прорисуем теперь второе ухо. Угу. Угу. Тут тоже вот так вот, смотрите, шерсть идёт длинная. У основания потемнее, потому что погуще. И вверх вот так вот эти волоски загибаются. Оп-оп. Всё, шикарно. Угу. Так. Дальше что делаем? Показываем некоторые узорчики, да? На морде у кота. И ещё по центру носа у кота растёт шерсть. Вот так вот. Она как бы в целом... Сказать. Вот так вот домиком, да? Понимаете? Друг на друга наезжают шерстинки, волоски. Поэтому мы их немножечко вот тут вот в центре покажем. Чуть-чуть хочу утемнить носик. Вот так. Угу. Супер. Аккуратно вот это вот отсюда вверх я вот так вот сделаю шерсть. Покажу. Чтобы это не был просто такой неаккуратный край. И я вот сделаю мягким, расходящимся. Обратите внимание, штрихи должны быть прямо отрывистые. Никакие не запятые, не завертушки, а именно просто отрывистые линии. Ещё вот эту сторону носа хочу немного подтемнить. Посмотрите, я работаю постоянно с разными областями морды кота, да? Потому что я смотрю в балансе. Где-то я понимаю, что так хочется сюда прибавить света. Ой, темноты, да? Свет мы не прибавим. Ещё раз скажу. Хочется прибавить тени. Хочется здесь сделать потемнее. Хочется тут показать форму. И потихоньку вот так вот, глядя в общем на вашу картину, вы понимаете, где добавить чего-нибудь ещё. Это очень здорово работать вот так вот в комплексе, где-то добавляя по чуть-чуть, потому что тогда уходит риск переборщить в каком-то одном месте. Мы не можем переборщить тенью, если работаем потихонечку везде. Теперь с этой стороны давайте обрисуем щёку. Ещё у нас на щёчке есть такие места, откуда растёт ус. И там у нас поглубже. Получается такая как тень между волосками. Я показываю это вот такими вот точками. И из этих точек у нас растут, хоп! Не у нас, а у кошки растут длинные усы. Всё время так говорят у нас. Но в данном случае у нас с вами девушки. Усы не растут? У парней растут, наверное. Надеюсь, что парни тоже рисуют со мной вместе. Вообще рисование доступно для каждого. Вы вот замечали, что когда боишься-боишься чего-то делать, не делаешь? Ну, естественно, оно и не идёт, да? А если ты начал, потихоньку-потихоньку приходит какой-то навык, да? Вы посмотрите и... Ух ты! Понимаете, что получается? Что-то получается. И это даёт вам какой-то вот толчок, да? Чтобы двигаться дальше, чтобы двигаться вперёд. Мне вот кажется, кстати, что про вдохновение говорят, что это такая вещь, которая... Вот надо ждать, там, когда придёт муза. Нет. Вы знаете, ждать не надо. Как говорят, аппетит рождается во время еды. Так вот и здесь. Вы когда начинаете рисовать, у вас что-то получается. Вы идёте дальше. А если, кстати, не получается, и у вас получается себя перебороть, немножечко пройти через вот это вот не хочу, не могу, то потом наступает ещё более яркое ощущение того, что... Ух ты, вот это я молодец. Вот это я вообще пересидел себя. Вот это я крутой. Я даже не думала, что я такой крутой. И вы и растёте над собой в этот момент, и получается вот эту вот дозу вдохновения. На самом деле такое ощущение, которое ни при каких условиях больше не получите. Это, наверное, как какой-то экстремальный спорт. Я не знаю, если кто-то любит. Вот такое это ощущение. Некой победы, да? Победы над собой. Так. Так, ну что ж, у нас уже начинает прорисовываться кошка. Сейчас я хочу ещё ярче сделать, точнее, темнее, наоборот, сделать тень под бликом, чтобы его подчеркнуть. Как бы обвести его немножко, да? Что-то вот эта вот сторона уха мне не очень нравится, потому что она пуция получилась, да? Я его хочу вот тут вот немножечко шерсти проработать. Тут вот у нас вибрисы у кошки. Вибрисы это осязательные органы, которыми она чувствует пространство. Тоже один из органов чувств у кошки. Так, вот здесь вот я ещё хочу поддать немножечко тени вокруг щёчки. Ну что ж, для первого скетча, для такой лёгкой работы, я думаю, что этого достаточно. Давайте сейчас тут смягчим. Ну что ж, супер. Чуть-чуть проработаем щёчку. Ну, знаете, так хочется уже закончить, а потом начинаешь видеть какие-то моменты, которые всё время тянет рука доделать. Я думаю, что для скетча этого достаточно. Спасибо вам, что были со мной. Хотела бы вам напомнить, что сейчас во всём мире карантин. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома, следите за своим здоровьем, подписывайтесь на мой канал. Я не дам вам скучать и дам вам расти над собой. Так к концу карантина вы можете приобрести новую профессию. Меня зовут Саша. Друзья, всем спасибо за внимание. Меня зовут Саша Фишлер и мой канал от Фишлер. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Я также, кстати, веду курсы по скайпу. Можете писать мне, если кто-то хочет. Пожалуйста, оставайтесь дома сейчас. Следите за своим здоровьем и до новых встреч.